Всем привет! С вами Аурум! Сегодня я опять буду открывать невероятно крутые мега-сундуки с молнией! Я знаю, что они вас впечатлили точно так же, как и меня, но дизайн, сами понимаете, я по-прежнему говорю, что это ну как-то типа смешно, можно было и поригональнее сделать, но да ладно! Самое крутое, что вы офигительно откликнулись на мой конкурс, поучаствовало большое количество людей. Я вижу, что конкурсы вам нравятся, если это так, и на этот видос влепите лайкосик, и уже при следующей акции я опять замучу конкурс, где минимум 5 человек получат свои призы. Помимо прочего, ребят, в ближайшие несколько дней следите за моей инстой, я буду пытаться выкладывать сторисы, уверен, вам будет интересно. Не могу рассказывать, что и как будет, но это правда, реально будет довольно интересно, так что ссылка на инсту в описании буквально в течение нескольких следующих дней. Заходите периодически, и как минимум сторис вам понравится. Кстати, свои догадки, что же там такого типа интересного может быть, пишите в комментариях, я пока спойлерить не буду. Окей, на данный момент со мной на связь вышло всего лишь два победителя конкурса, я просто шокирован. И по условиям конкурса, точнее приз в этом конкурсе, был именно вот этот мега-сундук. То есть 50 тысяч голды плюс мега-сундук с молнией. Остальные паки я, в общем-то, не обещал, потому что, ну, мне правда, мне на данный момент времени интересен только мега-сундук. Сколько мы уже легендарных сундуков короля с вами открыли? Да хрен знает, очень много, это все уже давно неинтересно. Херня, короче, полная, но вот мега-сундук с молнией это то, что доктор прописал. Поэтому сейчас двум этим счастливчикам куплю эти мега-сундуки, 7 часов остается до конца. Что поделать? Время поджимает, нужно открывать и покупать. Помимо прочего, еще и Ваньку куплю один сундучок. Ванюка Кабист, наверное, вы о нем слышали. Короче, гоу, погнали. И по поводу Ванька еще отдельная история будет, досмотрите видео до конца. Начинаем мы с аккаунта МиниПека, клан Укрвар Академи. Кстати, аккаунт принадлежит девушке, и обратите внимание на прокачку этого аккаунта. Я рад, действительно, что такие люди выигрывают с фиговенькой прокачкой, но это реально классно. Именно эта девочка сейчас получает этот офигительный пак. Даже голда, я уверен, ее удивит. 50 тысяч голды на седьмом уровне с ее прокачкой. Это супер офигительная тема. И этот сладкий, невероятно вкусный сундучок, ребят. Блин, я думаю, даже тут некоторые карты просто могут... Вот, например, голем. Голем теперь доступен на этом акке. Вы представляете? Когда вы последний раз видели, чтобы на каком даке не было голема. Это классно. Стражи. Ну вот, правда, появился какой-то дополнительный энтузиазм при открытии этих новых сундуков. Потому что, ну, старые откровенно запарились. Стопэ. А где Лего? Ёпта! Здесь нет легии! Вы прикиньте, какая засада! Здесь нет легендарной карты! Я просто в шоке. Лол, походу, я не обратил внимания на арену. И здесь действительно какая-то такая арена низкая, где в этих сундуках нет легендарной карты. Мне кажется, это дикая, невероятная несправедливость. Ну ладно, давайте заменим, например. О, темный принц доступен! Шикардос! Шикарно! И еще ведьму. Возможно, еще какие-то эпики будут доступны. Ну, два новых эпика. Это тоже, я хочу вам сказать, неплохо. Что, все остальные доступны? Так, заморозка. Ну вот на этом и все. Блин, ребят, что за лажа вообще? Засада какая-то. Офигеть, можно. Две тысячи кубасов. И нету, и нету лег. Как так-то, блин? Че за херня? Давайте глянем на, 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 на. Вот, например, легендарный сундук короля. Что за дичь? Вот здесь есть гарантированная легендарная карта. Ребят, я этого не знал. Я, я действительно не знал. Если кто-то, друг из вас, тоже был не в теме, то вот смотрите, что этот, этот сундук с молнией, новый наш, он на определенных аренах. Мне вот интересно, на каких? Начиная с какой арены? Блин, ну да, скорее всего, это все начинается с легендарной арены, как это было раньше, да? То есть, начиная, вот, или с трех тысяч кубасов. В общем, ребят, напишите в комментариях, потому что я уже реально не помню, сейчас я припоминаю, что в супермагах не всегда были, короче, слушайте, я реально не помню, но так как это новый сундук, я был уверен, что здесь по-любому гарантированная лего есть. Но видите, нифига она, она не гарантирована. Может, а может там шанс выпадения леги? Просто когда я открывал у себя, я еще несколько сундуков покупал, там была гарантированная, ну, точнее, каждый раз мне выпадала лего. Возможно, она не каждый раз выпадает. Короче, пишите в комментариях, жду ваших комментов. Скорее всего, там есть определенный шанс выпадения легендарной карты. Ну, окей, теперь у нас акт четыре тысячи кубасов. Здесь должно быть все по-другому. Причем, как бы мне посмотреть? Видите, блин, даже никак нельзя посмотреть. Я чувствую себя, конечно, дауном, что не в теме, но, ну, как есть, такое бывает. Не все же я на свете должен знать. Поэтому, блин, хрен знает. Давайте проверим у этого чувачка, как оно, собственно, пойдет. Написано топ-продаж, прикиньте. Топ-продаж! Ну, и платеж выполнен. Конечно, Суперселл на данный момент столько рекламы, денег на рекламу тратит, что я просто шокирован. Но это классно, это классно, что они поддерживают игру, потому что, ну, собственно, сами понимаете. Так, хижина варваров, палачи, годица, клон и... Да, вот она, Лего, вот она, Лего. Поэтому у меня вопрос остается все тот же. Это начиная с 4-х кубков или с 3-х кубков там Лего, или же есть определенный шанс на выпадение Леги, как раньше был в Супермагическом. Как это? А, да, слушайте, если Супермаг, то всегда был шанс на выпадение Леги. Скорее всего, блин, здесь тоже. Я вот думаю, да, все-таки здесь есть определенный шанс на выпадение Леги. И это, в общем-то, никак не связано с ареной. Да, походу, походу наверняка. Что же за Лего? Что же за Лего? Ну, круто, что у нас есть целых 8 попыток поменять эту Легу. И, вы знаете, я буду ими воспользоваться, этими попытками. Так, магический лучник. Что еще? Шахта 10-й. Я думаю, на шахте мы здесь и остановимся. И потом проверим, правильно я сделал. Хога по-любому оставляем. И, пожалуй, еще пройдемся вот Стражи. Нет. Стражи нет. Дракончик пусть будет. Он был прокачанный. Еще, наверное, эпика покрутить. Яд. Яд не качался. Значит, нет. Электродракончик, думаю, тоже. Блин, ярость выпала. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, тоже норм. И теперь давайте гоу посмотрим. Блин, ну, бревнишко. Надо было докручивать, конечно, бревно по Легам. Я думаю, все Леги у чувака. Да, все Леги собраны. Шахтер довольно неплохая тема. Так что норм. Ну, и давайте еще на одном Аке, на Ваньке, тоже купим этот сундук. И я вам расскажу свою идею и затею. Такс, вот аккаунт Ванёка Кабис. Ни для кого не секрет, что этот аккаунт я курирую уже достаточно. Но давно не буду углубляться в объяснение, что да как. Ну, как бы, короче, причастен я к этому аккаунту. Сейчас 4799 кубасов. Тоже купим ему сейчас мега сундук с молнией. Но перед покупкой хотелось бы чего у вас спросить. Ребят, как вы думаете, интересно ли было бы, если бы я этот аккаунт отдал в сервис Boost Royale каким-то топовым? Опять же, я уже задавал этот вопрос ранее, но тогда реакция была какая-то такая неоднозначная, вялая. Поэтому дубль 2. Как вы думаете, отдать ли этот аккаунт в Boost Royale и попытаться закончить текущий сезон на, ну, я не знаю, там, топ-10, например, или топ-100. Или хотя бы вот на протяжении текущего сезона дойти Ваньком до первого места. Я уверен, что бустеры сервиса Boost Royale легко бы это сделали. И, я не знаю, ну, у меня бы тоже была какая-то такая ачивочка, что я причастен к этому аккаунту. И вот этот мой аккаунт, к которому я, опять же, причастен, был бы первого уровня. Ну, и вам, наверное, было бы по приколу посмотреть, на что же способны воочию бустеры сервиса Boost Royale. Короче, пишите в комментариях. Ну, правда, интересно мне узнать, интересно ли вам это. Если не интересно, значит, ну, и хер с ним. И я не буду тогда это делать. Просто, сами понимаете, бесплатно мне это никто делать не будет. Это будет стоить денег. И просто так выбрасывать бабки, если вам это, типа, вообще ни о чем. Мне, как бы, тоже не хочется. Так что такое. Ну, что ж, ну, давайте в любом случае купим Ваньку Леги. А, еще очень важный момент. Посмотрите, что получилось нафармить на Ваньке по Легам. Это, это нечто. Итак, тринадцатый уровень, да? Раз, тринадцатый уровень. Два, тринадцатый уровень. Три. Двенадцатый уровень, к сожалению. Короче, ну, типа, три Леги тринадцатого уровня. Вот они готовы. По бревнышку тут, конечно, не получилось. Но, блин, это все... Так, не то. Это все тупо благодаря, благодаря вот этим токенам, которые раньше были односторонние. Сейчас они двухсторонние. Ну, что, все, ладно, не тяну время. Погнали этот последний сундучок. Вы поняли, хотелось бы, наверное, бревнишка все-таки увидеть. А, ибо, ну, тринадцатый уровень бревна. Сами знаете, как это офигенно. Золото, скелеты, исцеление, хижина. Ну, такое. Армия скелетов, все такое. Блин, все по фуллу. Реально аккаунт фуловый, ребят. Слава богу, что здесь есть Лего. Если бы здесь не было Леги, я бы плакал. А, призрак. Не, пацаны, призрак не катит. Бревно, сходу, сходу бревно. Я ничего дальше крутить не буду. Бревно меня полностью устраивает. Давайте по эпику попробуем. Но, походу, все остальное на фуле. А, нет, смотрите, палач. Хорошо. Скелетов прокрутим. И электродракон. По раркам точно все на фуле. По торнаду. Торнадо, не знаю. Я думаю, оно тоже фуловое. Ну, давайте рарку еще покрутим. Опа! Мини-генераторы! Отлично. Эта история тоже нам не нужна. Понятно. Так, тут что у нас? Ясно. Ясно. Ну, в общем, сами все видели. Давайте посмотрим еще. Торнадо фуловое или нет? Торнадо, 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 торнадо. Да, да, торнадо тоже на фуле. То есть, блин, короче, фулл аккаунт. Фулл аккаунт. Хотелось бы реально увидеть в топ-1 мира. Ну, короче, пишите в комментах. Реально дико интересно. В общем, на сегодня это все. Сундуки, подчеркиваю. Вот эти, которые мы сегодня открывали, новые. Они действительно офигенные. Но Суперселлу я бы сказал бы обязательно о том, что с дизайном можно было все-таки постараться. Или нанять моего диза. Я уже, короче, об этом говорил. С вами был Аурум. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки. Дальше еще будет очень много комментов. И по поводу инсты, надеюсь, вы тоже не забудете. Пока, ребята.